Всем привет! Какое обманчивое солнышко на улице! Светит, но не греет! Холодрыга собачья! Прочитала в новостях, что в Израиле готовят законопроект, согласно которому владельцы квартир должны отчитываться в налоговую о доходах от съемных квартир. И если раньше там был ограничен потолок, то есть там была сумма, с которой надо было уже отчитываться, и она была 5400 шекелей, то есть если ты сдаешь квартиру или дом, и она выше 5400 в месяц, то тогда тебе надо отчитываться в налоговую. А если ниже этой суммы, то не надо. А сейчас они хотят сделать, чтобы с первого шекеля уже владельцы квартир отчитывались в налоговую о доходах от сдачи квартиры. Планируют создать какой-то сайт, на котором надо будет это делать. Ничего не написано о том, какие наказания будут, если человек не подаст такую декларацию. Но, что я хочу сказать, вот прочитав эту новость и со своего опыта работы в недвижимости, я могу сказать одно. Хозяин практически не один из своего кармана ничего не заплатит. Просто поднимется еще аренда. Вот и все. И такая реформа может многих других людей, скажем так, особенно инвесторов, мне кажется, таких небольших инвесторов, еще больше отпугнуть от покупки квартиры. Потому что это еще дополнительный расход, нафиг это типа надо. То есть просто менее привлекательным становится желание купить квартиру. Хотя понятно, что покупать будут, потому что у всех тут много детей, и детям надо помочь, и купить, и т.д. и т.п. Но, с другой стороны, вот это, что именно там, неважно, какую-то квартирку сдаешь, даже маленькую какую-то за 2000, не знаю, там, купил ее для детей на будущее, чтобы была, и тут на тебе давай. Очень такое двуякое мнение у меня о этом законопроекте. И тут вот, особенно после этого землетрясения, которое произошло в Турции, понимаешь, что в Израиле так много старых домов. И если, не дай бог, что-то подобное произойдет в Израиле, то жертв будет очень много, потому что у нас очень много домов, постройки, там, не знаю, 50-х, 60-х годов, которые не выдержат ни одно землетрясение. И вот над этим действительно как-то надо работать и максимально быстро продвигать законопроекты, там, по сносу старых домов, по их укреплению, как-то, не знаю, мотивировать чем-то людей, что ли, которые живут в этих старых домах, или застройщиков, которые возьмутся за проект, за укрепление или снос этого дома. Но уж не точно наказывать дополнительно налогами этих людей, которые и так выплачивают ипотеки по огромным ставкам, которые тянутся за всех сил и хотят купить хоть какую-то недвижимость в Израиле, хоть этот сраный, извините меня, дом или квартиру в 60-х или 70-х годах, которая вот-вот разваливается. Они выкладывают в это большие деньги и при этом, как бы, а ну-ка покажите мне, где тут с вас еще можно поборы взять. Ну, как-то это так, мне кажется, и смотрится со стороны. А что думаете по этому поводу вы? Пишите в комментариях. Порассуждаем с вами на эту тему. Такого типа домики не выдержат и 6 баллов землетрясения. Повалятся, как спичечные коробки. И что самое печальное, ну, что в их сносе не особо заинтересованы, потому что находятся эти дома не в центре города, застройщикам они малоинтересны, наверное. Есть какие-то прогнозы, что раз в 100 лет в Израиле землетрясение. Так вот, последнее было в 27-м году, 100 лет назад. Но так, подождите, еще чуть-чуть и скоро. С этим надо что-то реально делать, а не налоги брать. А вот эти, которые на Шапира, им и землетрясения не надо. Они и сами скоро повалятся. Ужасное уже состояние этих домов. И никто даже и близко за этот район не берется. Все обещают. Хотя тут хороший потенциал построить большой район спальный. Потому что, смотрите, сколько места много. И вокруг старые дома. Вот снеси все это, ну, за исключением вот этого дома. Снеси, ну, вот эти уже проект подписаны. Вроде где-то через год-два уже даже начнут сносить. Но все еще ждем, ждем. Тем более, что тут Тихон Хадера рядом, школа. А это тоже хорошо, потому что район и рядом школа уже есть. Но мы можем не поделиться такой красотой. Такие вот конверты из Укрпочты мне подарили. Херсонца Украина. Но с Новым Родом конвертик. Сброя Парамоэ Хаймарс. С Рождеством. И Крымский мост. Шикарно. Просто супер. Буду это хранить для своих детей и внуков. Идем тут, значит, с школы. Лежит рюкзак. Понятно, что кто-то из детей его потерял. Не знаю, каким боком. Но если бы это было где-то в центре города, уже бы вызвали саперов. Леруш, не подходи! Мне страшно. И приехал бы робот проверял, нет ли там взрывчатки. Потому что в Израиле с таким дела серьезно обстоят. Я не знаю, в таком случае надо звонить в муниципалитет и говорить, что есть неопознанный объект. Или как это? Подозрительный предмет. Неопознанный, да. Опознанный, но подозрительный. Я даже не поленюсь сделать титры на русском с переводом текста этой песни. Наша жизнь, клубника. Все проиграет. Возможно, певец имел в виду «Наша жизнь, малина». Но не в рифму немножко. Хотя малина на иврите тут саде, по идее. А тутим это просто клубника. Но сами решайте, какая у вас жизнь, малина или клубника. Ну, такая она, какая есть. Я считаю, что надо благодарить Господа за любую, если ты получил эту жизнь. Мне кажется, это вообще большое счастье. Поэтому надо благодарить за эту возможность прожить свою такую земную жизнь. Каждую свою, по-своему, но земную. Расфилософствовать лосья тут на ночь глядя. Ага, им шелану тут им нахон. Хе-хе-хе. Вкусняшка. Под этим видео оставлю ссылку на эту песню, а также перевод на русский язык. И пусть она будет вашим гимном. Как бы в жизни не было тяжело, наша жизнь прекрасна. Помните это. Всем хорошего вечера. И пока-пока. Встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok